Прихожусь с природы, уникальные исторические объекты, развитая туристичная инфраструктура. В Светлогорском районе прошел пресс-тур для представников украинских туристических компаний, а также индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией экскурсии. Разом с ними привабенность маршруту оценили наши корреспонденты. Начинается пресс-тур со знакомства с историей района. Это место собирают вандроников из всего мира. Тут находится самое великое похование, ахвер Великой Чинной войны в Беларуси. В студии 1944 года фашисты спалили вез Куалу разом с ее жахарами. Загинули 1758 человек, больше половых из которых – дети. На территории похования проводится активная работа по добропорадкованию. Дякуючи финансовой поддержке мясовых предприятий, заявился вот этот памятный знак. Планируется в дальнейшем здесь построить мемориал. В интернете уже можно увидеть проект, по которому его планируют построить. Ну и ведется сбор денежных средств. Я думаю, что желающие могут поучаствовать. Замежным гостям демонструют скульптуры, які будуть размещены на мемориале. Пакульяны знаходятся на территории санатория «Серебряные ключи». Тут их робили летом, подчас международного пленера майстри из всей краины. Далее делегация накеровывается по будинках санатория. Гостей знакомят с медицинской базой и пропонуют поспробовать уникальную лечебную воду. В центре уваги так само покой для отпочивающих. Усё отповедая стандартам комфортного отпочинку. И не дивно, что санаторий «Серебряные ключи» сегодня запотребованы сяроджихаро России, Украины и Прибалтики. Основными отличиями нашего санатория от других санаторий в Республике Беларусь является несколько. Это первое. Свой уникальный источник природной минеральной воды, расположенной на глубине 350 метров, скважина глубиной 350 метров. Это великолепное объединение всех корпусов санатория переходными галереями, для того, чтобы людям было удобно из жилого помещения переходить в лечебный, из лечебного в столовую и наоборот. И, на мой взгляд, санаторий «Серебряные ключи» является оптимальным санаторием по критерию цена-качество. Поправить здоровье можно и на наступном объекте. Однако лечить тут не медики, а сама природа. С давних часов мясцовые жихары верили, что краница Ясочка володы отсудотворной силой. За водой приезжали навод самых отдаленных вёсок. Вядома немало фактов, коли вода с краницы допомагала людям у самых безвыходных ситуациях. Еще год тому гэтага будынка не было. Его створили мясцовые энтузиасты, пасля добро парадковали территорию в окол. Еще однознаковое место для светлогоршины – мемориальный комплекс «Багратион». Тут размещены памятный знак, окопы, музей, выстава военной техники. Наведовальники могут деталево ознайомиться с усими этапами подрыхтолки и проведения знакомитой военной операции. С радостью сегодня ознакомились с историческим достоянием Гомельской области. Я думаю, будем рекомендовать жителям Украины, в первую очередь жителям Черниговской области, которая по соседству и нам по расстоянию это очень близко. Мы будем рекомендовать приезжать обязательно в Беларусь, отдыхать, оздоравливаться. Мы сегодня посетили замечательный здравоохранительный комплекс, набираться сил, здоровья, чтобы была возможность путешествовать дальше и дальше по Беларуси. Мы всегда сами тоже с охотой принимаем их приглашения, выезжаем к ним. Это сотрудничество налажено уже на протяжении нескольких лет. И активно мы друг друга поддерживаем в сфере развития туризма. Добрая традиция проведения подобных туров заховается. Один из них на территории Гомельской области плануется так само в этом месяце. До делу запрошены и представники российских туристичных компаний. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.